ПОМИДОРКА ЗА РЕШЁТКОЙ Я бы хотел обратить ваше внимание на то, что происходит здесь сейчас Среди трансферов Бонега перешел к нам в Эвертон И за 19,5 миллионов Артура Видаль в Атлетика Мадрид Вот это усиление Атлетика Супер! Ну и Нью-Кассел, смотрите Уже нашел замену для Папис Дембо Сесе Жо Жо из бразильской лиги К ним прямиком в стан Сорок Вот такие вот интересные Трансферы Ну что ж, у нас матч С Норвичем Где наш Бонега Будет играть на старте Мэндж Май Тим, конечно Вот самая глупая херня В кубке получил не Стэн красную карточку Она действует еще и на Лигу Почему? Хер его знает Ну вот как-то так Так, 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 как-то так, да Что, что, что я хотел сделать Миралес, Бонега, точно Бонега, Бонега, Бонега Вместо Баркли Проба пера Так, так называемый Пинар Давай сыграет Дула Фео В этой встрече Вместо Магиди Миралес Кто там еще? Вместо Колмана Пусть Стоунс идет Ну и вместо Гарбета Авьеда Я Гарбета вообще По факту Поставил просто Чтобы не нарушилась Моя схема После того, как Бейнс пропадет Вместо Гибсона Барри Вместо Коны Можно Лукаку поставить Ладно, Коны пусть играет Сделан его лучшим Лучшим бомбардиром Так Кипсон Нестер Баркли Осман Нестер Магиди Кто там еще может сыграть? Гюе Нейсмит Нейсмит Ну да Вот таким вот составом сыграем Я зачем-то вышел Зачем я вышел? А я вообще Основной состав Да, поменял? Да Нормально Придется его потом опять Настраивать Ну да ладно Мы играем дома На Гудисон парке Лукас Пеквик Пеп Пеквик Будет судить эту встречу Норвич Мы Будем тебя Рвать Ну Постараюсь По крайней мере Норвич Сити Тоже довольно Серьезный соперник Кто бы что-нибудь говорил Нормально Конно убежал Просто не туда Любой Клуб в английской Первой лиге Довольно Серьезный соперник Уверяю вас Гудисон парк Несмотря На То что Не шибко Такие Ну Как бы сказать Это не арсенал Короче говоря Норвич Все равно полон Все равно Болельщики пришли Поддержать нас И это здорово Ну и Норвич Конечно С своими приехали В Ливерпуль Вот они Команда Они выходят на поле Дождь Просто Как из ведра Льется Не знаю Как Будет Выглядит Сегодняшняя встреча Эвер Банега Только что Выделился Немножко Поприветствовал Трибуны Пока все просто Заходили Занимали места Такое Испанское И вот как ни странно Да Банега согласился Перейти в Эвертон Несмотря на то Что Валенсия Вынесла нас из Лиги Европы И у нас в английской Премьер-лиге Не очень-то все Ладно идет Все равно согласился В Англии Круче чемпионат Молодец парень Хотя в Испании Ну там Ладно Не Валенсии В Испании надо играть В Испании надо играть Там где-нибудь В Англете Командрид Или еще где-нибудь Хотя я бы поиграл За Севилью Валенсию Повытаскиваю Такой вот состав У нас У Норвича 4-4-1-1 Очень Опасный Юхан Ильмандер Из Швеции 14-го номера Нам показывают Это Уасли Хулхен Хулхен Матч начинается Апостолс Вилли С Конне Ну и 13-й номер Банега С мячом На Кевина Миралеса Банега Сыграл на Стоунса И Джон Стоунс Переводит мяч Очень Неуклюже На Оьеда Дуэлла Фео Играет на Барри Вновь Дуэлла Фео Обыгран Защитник Дуэлла Фео Барри Дали выстрел Надо еще бить Нет Тут и Банега не успеет Подсобить Наверное Успеет Еще как Банега Отобрал мяч И на Дуэлла Фео Играет Конне Вновь Банега Не прошел Защитников Но угловой Заработал Неплохо Хотя вот Я думал Он медленный Смотри Резвый какой Ну и плюс За счет корпуса Знаете кого напоминает Вагнер Лау Напоминает Маленький Вроде не шибко Скоростной Но при этом Корпусом Вытаскивает Банега Увел мяч Ваут Эвер Банега Да В дождину Поняк Как играть Вот Еще Диего Напоминает Кстати Диего Тоже было бы неплохо Чуть позже приобрести Хотя он уже старенький Но блин Обидно мне было Очень смотреть На то как он В Ювентусе не заиграл А точнее на то Как он заиграл В Ювентусе Но тренер его продал Эль Менджер Или кто там Как там Это решили Классно же заиграл В Юве И если бы он Играл Ну просто Супер было бы На Хупера Передача Гэри Хупер Английский Форвард 88-го Года рождения Не получилось У него ничего Барри Играет На Долу Фео Херрор На Гаррид Барри Ай-яй-яй-яй Ошибка Передачи И мяч Застрял В центре поля На правом фланге Это второй номер Рассел Мартин Навес Навес Удар Поворотом Состоялся Билл Гэри Хупер Вешал Повторюсь Шотландец Рассел Мартин Защитник Неплохой Навес Неплохой Проход Но В створ Хупер Не попал Юхан Альбандер Пока что Себя никак Не проявляет Вот тебе сразу Подставочка По-моему Даже от него Фер Двадцать третий Номер Норвича Вот он Удар Состоялся Поворотом Хуэля Отбил Футболист Норвича Сдалека Где-то метров Шестнадцати С пятнадцати И Билл Ой-ой-ой Умирались Но Не так же напрямую Убежать надо было На самом деле Повернул стик Почему-то не получилось И Билл Находясь спиной К воротам Поэтому Не очень-то Опасно Это все Получилось Конне Помогает Мартина Убегает Получив мяч Руна Конне И действительно Убежит Руна Конне Навес На Банегу Какой-то удар А попытка удара Непонятная была Если честно мне Мартин Рассел Роберт Снотграсс Был Да Вот он Роберт Снотграсс Ну и к Мартин Снотграсс Фер Снотграсс И Авьеда В отборе Снотграсс Навес Неплохой Тут Ольсен Мартин Мартин Ольсен Зарабатывает Угловой Для своего клуба Снотграсс Идет на подачу Навес Штраф Ну и удар Ой-ой-ой-ой Неплохо Неплохо Молодцы Несмотря на то Что немножко Попожарили Все равно Справились И то хорошо Здесь выбить не получилось И вот Что творит Хуэль Умбария Из-под ног Выбивает Собственно Самостоятельно Мяч И еще раз Сейф От Хуэля И очередной Угловой Смотрите Какие удары Вытаскивает Наш Испанский Галкипер В которого Никто не верит Вместо которого Все хотят Видеть Тиму Ховарда Который В свою очередь Дыркой Опять Снотгресс Идет Подовой Да Чередной Навес Ооо Вынести Ну на сей раз Хотя бы Нет Опять угловой Да что ты будешь Делать Ты посмотри Осели как А Не очень-то Это и прикольно Мягко говоря Снотгресс Бегает туда-сюда От одного Угла поля К другому Опять На подаче Роберт Снотгресс Удар Опять состоялся Но на сей раз Его уже никто Не трогал И Себастьян Басонг Меча Увы Не добегает Не хватает Скорости Ну и Показывает нам Номер один Нашего клуба Хой А вот он Сейв Потрясающий сейв По-моему Мало Какой Голкипер Угловые Вот так вот Вытаскивают Честно Только Какие-нибудь Топы Нойеры Лерисы И так далее Бан Марк Бан Тоже Англичанин Вынес подальше Но мяч у Хейтинга В одно касание На Авиеду Очень опасно Конечно Авиеда Еще хуже Играет Банега Не справился И Атака Опять на ворота Эвертона Заканчивалась Ничем Миралес Банега Играет На Долуфео Мяч у Авиеда Банега Вновь в баре Миралес Стоунс Заброс на Барри Да 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 Это был Барри Вот он Эльмандер Набирает ход Это всегда опасно Ольсен Мартин Ольсен Неплохо Развернул Фер Снотграсс Эльмандер А вот он Еще один момент У ворот Эвертона Это Йохан Эльмандер Пробивал Хуэль Опять Справился Стоунс Очень легко Как-то Обыграл Стоунс Соперника Миралес Ай-яй-яй-яй Надо было Наверное Кевину Самому Идти Решил он Сыграть На Стоунса Обратно Но Слишком Далеко Мяч Послал Будет Марк Бан Выбивать От ворот Дождь Не успокаивается Игра При этом Тоже Накаляет То Что Моменты Происходят Раз за разом У ворот Эвертона Эльмандер Вот Очередной раз Пробивал В створ Рунаконе Играет На Кевина Миралеса Передача На Апостолоса Виллиаса Заброс На Рунаконе Руна 1 0 Девятый мяч И варится В английской Премьер-легии Надо благодарить Апостолоса Просто они Супер сыграны Как-то Стали Апостолоса Руна Даже не знаю Я его Продавать хотел Апостолоса А тут он Видите Как заиграл Может быть И не стоит Продавать Не Апостолоса Не Гуя Магае Гуя Парень Молодой Не знаю Еще посмотрим Стоящее предложение Будет Продавать Или Если У нас Другие футболисты Появятся С Бейнсом Конечно Да Многие раз Писали Мне что Я лоханулся Но не надо было Сделать Именно так Как я предположил То есть Продать его А потом А потом Купить С Антона За 2 миллиона И быть В плюсе На 4 Но С учетом Морали Хреновой И не очень Стабильной Игры Бейнса Я Решил Не рисковать И наверняка Сыграл Эту ставку Ну и плюс У нас выбор Чичариту Или Сантон Я Предполагаю Что Чичариту Покруче Конечно Но он Постарше А Сантон Такой Молоденький Итальянец Он по идее Должен Вписаться К нам В состав Просто На ура Авьеда Авьеда Ошибка Столатгресс Будет Вешать И это 1 на 1 Нет Удар Мимо ворот И у нас Конец Первого тайма На этом 1-0 Лайвертон На Гудисон парке Выигрывает У Норвича В конце Пробивал Юхан Эльмандер По нашим воротам Не получилось У Швейцарца Забить Ударил он Мимо И вот он На самом деле Активизировался Лишь под конец Хотя Натиск Норвича Мы выдержали Сколько Три Ну какой Три Четыре Или пять Угловых Наверное Было Подряд Просто Когда два Как минимум Раза Хуэль Засейвил Ворота Ну и вот он Гол Аронак Конне Ньюкасл Проигрывает Манчестер Сити 1-2 1-2 Поле Весхам С Хардефом Играет 0-0 Это параллельные встречи Нужно будет после матча Посмотреть на бомбардиров Мне очень интересно Ну и Бонега Несмотря на то Что он Не очень-то и заметен Я чувствую Как Как он играется На самом деле Он довольно мощный Резкий при этом Парень Это я им еще не бил Конне Ай-яй-яй Вот как раз хотел Бонегу вывести На ворота Не получилось Собственно Как и у Норвича Со своим форвардом Ну так вот Такой вот Начало второго тайма Ошибка Опять при передаче В такую-то погоду Это не мудрено Энмандер До мяча Не достает Будет Хойль выбивать От ворот Надо не подкачать И не подвести Будет Сунпар Надо забить еще Хойль Играет на фил Джагелку А тот на Стоунс А дальше Передача на Миралес Стоунс Перевод на ДЛФ Бонега Бонега на Баре Миралес Миралес На Стоунса Отличная игра Стоунс Убирает защитника Стоунс Стоунс И пробил И заработал Угловой Хотя Набегал Бонега Можно было откатить Под его удар У него-то покруче Все дело вышло Ну вот Стоунс Стоунс решил Продемонстрировать Свои силы В исполнении Ударов Не получилось Апостолос Опять на подачу Что ты будешь делать Кейн Миралес Поддает Угловой Удар Не состоялся Бонега Я выиграл Воздух Неудивительно Не очень-то он Высокий Ой-ой-ой-ой Барри там За счет Дождины Упал Как Казалось Очень болезненно Фер В общем Фил Жагелка И Фил Выходит победителем Выносит мяч Он Подальше Но ненадолго Мяч вновь У Норвич Отличная передача На Фера Удар с левой ноги Мимо ворот Лерой Фер Голландец 90-го года Выходит Эльмандер Уходит Александр Тетти Выходит На поле 9-14 номер Это Рики Ван Вольф И Винкел И Уэсли Хулхен Соответственно Хулхен Хулхен Уэсли Хулхен Стоун Сыграет На Джагелку Играем Через Барри Дальше Аруна Коне Авьеда И перевод На правый фланг На Кевина Миралеса Кевин Закрутил Немножко Защитников Ох ты Какой перехват От Апостолоса И вот К сожалению Прострелить Не вышло Там и Дулофео И Арнаконе Были готовы Принять Не вышло А перехват Супер был У Апостолоса Браво Заброс На Хупера Гэри Хупер Не догнал мяч Вот вам и погодка 64-я минута Еще одна замена Последняя Тот самый Гэри Хупер Уходит Вместо него Выходит Лучано Беккио Аргентинный Футболист Довольно Возрастной 31 Год ему 30 лет Где-то так 19-й номер Форвард Нет Получай на Гэри Хупера 64-я минута Эвертон Пока никого Не заменил Стоунс Играет на Миралеса Тот на Баре Дальше Банега Конэ Получает от Банеги Передачу Заброс Куда-то в сторону Банеги Нет А блин А как красиво Это мяч летел И на перехвате Конэ Вновь на Банегу Мяч Был послан И Банега Борьбу навязывает Неплохо Корпусом играет Просто на ура Его вот эта вот Мощь Помогает ему В борьбе И Супер Все супер Фил Джагелка Корпус Лучано ставит Ой-ой-ой Опасно как А Вот отобрал мяч Но до конца борется Кевин Миралес Ну и До конца Не до конца Но мяч Ваут Ну вели Все-таки Фил Джагелка Менять Вот так вот Учится Китанская повязка Хейтинга Карас выйдет на поле Вместо Миралеса Также появится Найсмит Вместо Аруна Коне Появится Маккалин Апостолос Виллиас И Маккалин В той стороне Коны отдыхает Три замены Разом Отличный Подкат Барри Вот этот момент Фер с мячом Фер Фер Навес Удар Поворотом 1-1 Да Вышел Лучано Бекки Вот он Результат Отличная Замена Отличная Браво Норвич Навес Фер Выполнил Тоже идеальный Лерой Предугадал Момент Когда все Защитники Отпустили Лучано Ну это Вот Фил Джагел Наш Парень Уставший И оплашал Мы его сразу Заменяем К сожалению До этого Не получилось Несмет Убегает От Мартина Ольсона Убегает же Нет Да Убежал И навесил Ух ты Момент Какой Это Макали не был Ой А что-то лежат Что-то лежат О чем-то думаю Угловой Постолос Опять Угловой Вам пусто Было Делло На подачу Беннет Нет Не получится Тонгресс Хуллахен Фер Неплохо В одно касание На Лучано Ну и Там даже Рикки Ван Вульф Свинкель Вальф Господи Рикки Ван Вульф Свинкель Сыграл Я пока читал Его фамилию Даже Потерялся На мгновение На смерть Опять От А нет Уже не Ольсен Там уже другой Защитник был Не получилось Убежать Банега Отлично Корпусом Делло Феу Вот это передача На Апостолоса Апостолос Вот это пас Просто От Делло Феу Ну изюминка Изюминка В этой передаче Была бы в том Что она была бы голевой Если бы Апостолос Справился Хейтинга Не на своем месте Но все же На смерть Апостолос Уже подустал Что-ли Непонятно Не достоят до мяча Нейтсмит Носится Как угорел И ничего не может делать Ольсен Мартин Не смог достать мяч 85-я минута встречи Но выиграв Арсенал 4-2 Терять очки Матча с Норвичем На домашней арене Как-то не очень Правильно На мой взгляд Дуэлфео Играет на баре Передача на Нейтсмита Тут на Апостолоса Банега Не получилось у него вернуть Греку мяч Нейтсмит 89-я минута встречи Стоунс Вновь передача На Апостолоса Виллиаса Не проходит Нам бы Хонора Маккали Не задействовать Стоунс Входит в штрафную Передача на баре В одно касание Гарретт Ударяет Бьет мимо Бьет мимо Как так Это такой момент Ах ты ж Конора не видно Да, это уже 90-я минута Бан Марку бан будет Выносить И скорее всего Сейчас будет свисток Вот, свистка нету Еще Еще дает Шанс Маккалине Отлично Ну и зачем Вот Апостолос Туда пошел Непонятно Маккалине Маккалине Банега Банега Заброс на Стоунса Опять Парень, который может Ну и все Ну и все Даже не дал Закончить прессинг Судья Закончил Игру самостоятельно Видимо У него ставки Какие-то На ничию К сожалению Мотивация За ту череду Глава Достой Закончил Закончил Лучший игрок Мачо Дуэллф Потрясающий Передача На Апостолос Но все-таки Апостолос Не хватает Изюминки МС выигрывает У Ньюкасла 3-1 Все-таки Весхан тоже В гостях Выиграл Благо Мы дома Не проиграли Ну и у нас Две новости Какие-то Так Зенит Не подтверждает Переход Крешита Не хочет Не хотят Они хотят Именно 9,5 миллионов За этого игрока Ну и Пошли Нахер С Антоном Зато есть Будет Надеюсь А Дистена Закончилась Изгнание Если можно так сказать Так Я накрутил Блин Здесь С заменами Основу Именно Изменил Хитинга Дистен Маккарти Осман Маккалли Рос Баркли Конечно же Маккарти Кто я там Еще Кого оставил Барри Мирали Сделал Пенар Где Как то так Да Вроде Барри Только уходит Гипсон Уступает Место Ну и Вот Нужно Теперь Чтобы Чтобы В пару Конный Пришел Дембосисе На два Два Года Давай 14000 У нас Останется У нас Боюсь Не хватит Да Денег Зарплата Именно Давидас Антон Отлично Будет Играть Все Ну и Вот Сейчас Хватит Потому что Бейнс Это поболее Зарплаты Было Не 35000 Все Пока Бейнс Привет Антон Новая эра Ну и Новый игрок У нас В команде Авьеда Прости меня Дуг Тебе придется Опять сидеть На замене Где 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 С Антон Он Она Подстава В чем И как же Я этого Не видел Отдали Бейнса На травмированного С Антона Супер Супер Я себя ненавижу Почему я этого Не видел Остальным Конечно С Антон Покручиваем Еда Вот так вот Ну а как узнать Когда Травма Пройдет Как мы помогли Ньюкаслу О Вож Ты мой Абсолютно Фейл Трансфер Здорово Бейнса Который стоит 7 миллионов Минимум Продали Обменяли На С Антона Травмировавшегося Травмировавшегося Да Ну ладно У нас есть Авьеда Гербот Есть кому играть На этой позиции Пока что А С Антон В конце концов Выздоровит Давай Дембо Сесе О Два письма Не могу Не могу ничего делать Почему Что за А вот Последний Репорт Лосинатора О.Р. Наш Семь миллионов Они много Очень хотят Не семь Они больше Хотят Нет Спасибо Уэльс Я Тренировать Не буду А Что с Фифой Почему так долго Лайс Бромвич Нас ждет В следующей серии Эвер Банега Да Поиграет Возможно Поиграет В основе Возможно Нет еще Посмотрим Он вроде как Подустал Увидимся Увидимся Мы кстати У Лайс Бромвича В гостях будем На восьмой позиции Мы сейчас играем Блин Если бы выиграли Отставание Было бы от Ливерпуля В три очка Всего лишь Ух Как хочется Как хочется Ворваться В эту Четверочку В пятерочку На пятое место А до пятого места До Ньюкасла Восемь очков А мы усилили Прямого конкурента Ах Как я Прошляпил Этот момент Ладно Хорош Прочитать Я говорю Еще раз Авьеда Гарвард Они тоже молодцы Они тоже хороши Стоунс Рано или поздно Выздоровеет И сыграет А вы Не забывайте Оставлять комментарии Ставить лайки Увидимся Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok